здравствуйте на канале и тон тв программа тема дня сегодня веду я михаил горин а с нами на связи из москвы российский политолог ведущий научный сотрудник института международных исследователей мгимо сергей маркедонов здравствуйте сергей здравствуйте ну донбасс остается пожалуй на сегодня самой горячей такой точкой вокруг россии если раньше мы с вами встречались все время по поводу нагорного карабаха то сегодня донбасс безусловно по горячности если можно так выразиться обошел нагорный карабах но вот я не зря вспоминаю нагорный карабах потому что когда россия говорит о том что украина надеется силовыми методами вернуть себе донбасс и концентрирует военные силы на этом направлении то это многие увязывают с недавним визитом президента украины в турцию откровенной поддержкой эрдогана украины и в связи с этим высказывается такая версия что украины может появиться соблазн на этом фоне повторить скажем так карабахский сценарий когда азербайджан силой вернул себя свои территории согласны ли вы с такой интерпретацией последних событий и вообще допускаете ли вы подобный вариант развития отчасти согласен на объясню почему не полностью любой конфликт его невозможно автоматически перенести вот из одной точки в другую и повторить как бы до последней вот точки и запятой в чем согласен действительно история с карабахом прошлогодняя история она создает некий прецедент азербайджан стал второй страной после россии в период после распада советского союза которая столкнулась с проблемой сепаратизма то есть отделение определенных территорий от того что раньше составляла союзную республику и с этой проблемой более или менее успешно справляется россия ей удалось свое время сломать инфраструктуру непризнанной чеченской республики ичкерия и азербайджану удалось в общем вернуть территории вокруг нагорно-карабахской автономной области тут правда есть определенные оговорки сам статус нагорного карабаха до конца не прояснен и многие дипломаты и представители россии и минской группы говорили о том что эта ситуация вот сам такой ядровый карабах да именно его статус следует отложить до какого-то более лучшего компромисса как бы то ни было значительная часть территории там получается порядка 10 процентов до территории утраченных азербайджан вернул что касается украины вопрос силового возвращения донбасса он никогда с повестки дня не снимался с того момента как эта проблема появилась как раз в апреле да мы беседуем практически в годовщину того когда украинские власти объявили а то так называемую антитеррористическую операцию и если до 2020 года на украине больше говорили о прецеденте сербской крайны это самопровозглашенная республика на хорватской территории которая в девяносто пятом году благодаря действиям хорватской армии и добровольцев была сокрушена на украине очень многие официальные представители говорили что вот это некий пример сейчас стали говорить о карабахском случае что касается позиции эрдогана тут тоже надо понимать что эта позиция возникла не вчера на эрдоган самого 2014 года говорил о том что крым это часть украины понятно что у него здесь есть свой собственный интерес это не просто альтруизм турция пытается играть роль не просто союзника соединенных штатов но и страны которая в средиземном море в черноморском регионе пытается повысить свою скажем так политическую капитализацию и вот то что сейчас происходит это не абсолютно экспром не случайные вещи но повторюсь еще раз ситуация разная раз уж мы упомянули россию вот вы начали собственно михаил ваш вопрос с российской позиции до сказав что россия так сказать делает проверки там боеготовности запад ее обвиняет стягивание войск на воронежском там ростовском направлении и так далее и вот тут есть ключевое отличие киева от баку москва в карабахском конфликте не занимала сторону кого-то да армения союзник но москва оговаривала всегда армения и и стратегические интересы это одно а конфликт в которой армения вовлечена за рамками и территории другое статус карабаха 3 то здесь вот в донбассе да позиция россии она может быть более проста она такова да что москва пока не пошла по пути признания самопровозглашенных образований но она говорит что их силовое свержение в нарушение минских договоренностей которые прямо предполагают диалог да там есть такой термин инклюзивный диалог с представителями отдельных районов донецкой и луганской областей если диалога нет есть попытки повторения то ли крайне то ли чего то то москва свою позицию жестко заявляет потому что в данной позиции действия москвы они будут другими если такая попытка будет предпринята и то с чего я начал именно поэтому не можем говорить о таком прямом калькирование одного опыта вот в другой то есть переведя это на простой с политологического на простой язык можно интерпретировать все сказанное вами следующим образом что если украина попытается силовыми методами вернуть донбасс в свою украинскую орбиту то россия станет полноценным участником этого конфликта понимаете в чем дело вот когда говорят о том что позиция москвы не ясна она сюрпризная она непредсказуемо это не так я напомню историю с 2008 годом часто ее тоже сейчас так сказать вводят в оборот используют да как пример для сравнения ведь еще в марте 2008 года россия четко обозначала те возможности для ее силового вмешательства в конфликты в абхазии и южной осетии первый пункт прием грузии в нато и второй пункт это силовые действия против самопровозглашенных республик второй пункт выполнен и россия вмешалась сейчас россия говорит примерно о том же самом неприемлемо вступление украины в нато поскольку это меняет баланс сил в европе не в пользу россии и невозможно просто отбрасывание минских соглашений под которых ездили есть российская подпись и тогда возможно да силовое вмешательство ну трактовка дмитрия козака недавние о том что украина может столкнуться с проблемами с государственностью это же не просто сотрясание воздуха и дмитрий козак это не рядовой человек в российской иерархии да это не просто там участник тв-шоу то есть позиция заявлена она может нравиться она может вызывать раздражение может вызывать припадки истерики и так далее но она заявлена россия не хотела бы чтоб все оппозиции абсолютно не считались и меняли бы статус-кво так как кто-то хочет не спросив ее мнение по этому поводу вот и все кстати вот это же важное замечание россия не говорит о том что эти территории районы донецкой и луганской области непременно должны получить там признание независимости или там тем более повторить крымский пункт про это не говорится говорится о диалоге если диалога нет тогда статус-кво ломается и тогда россия будет защищать свои интересы как она это умеет делать и как это возможно вот о чем речь и вот такого меня абсолютно здесь предопределения статуса со стороны москвы нет по поводу защиты интересов которых вы сейчас упомянули и возвернусь к вашим ранним прежним словам по поводу вот того что становится горячо на границе с украиной вокруг воронежского направления и так далее там формируется российская военная группировка этого сейчас никто не скрывает по-разному интерпретируются ее цели и задачи по-разному имею ввиду москва определенным образом комментирует эти события запад и европа другим образом украина следующим образом не буду сейчас перечислять все это известно и сказано в информационных сообщениях вопрос другом там становится все горячее и горячее и многие опять-таки это не указывалось но многие связывали недавний разговор президента сша с президентом россии украины россии в том числе и по этому поводу сообщение было очень коротким по поводу этого телефонного разговора но как бы толкователи и политологи и эксперты упоминали предполагали что это связано может быть и с украиной тоже и не в первую и не в последнюю очередь буквально на следующий день стало известно что вашингтон готовит пакет новых достаточно очень существенных и чувствительных санкций против россии означает ли это на ваш взгляд что по ключевым проблемам президенты не договорились а значит и не договорились по поводу своего видения развития ситуации с украина и донбассом ну российско-американская повестка на шире конечно чем украина или грузия безусловно она включает много вопросов начиная стратегической стабильности и заканчивая каких-то региональных сюжетов да точнее региональными сюжетами но такая вот манера общения она конечно интересно да с одной стороны есть предложение на нейтральной территории обсудить важные вопросы и тут же водятся санкции то есть что предполагается что россия вот с этим смириться согласиться на них и так далее ну понятно это в общем так сказать дипломатическая практика опять же не новая пытаться разговаривать одной рукой а другой оказывать давление и принуждать к разговору на собственных условиях но не вопрос вопрос точнее в другом да готова ли россия принять подобный стиль и готова ли согласиться не уверен честно говоря что касается постсоветского пространства в целом и украины в частности вы знаете вот еще когда так называемая перезагрузка была провозглашена помните хилари клинтон сергей лавров нажимали совершенно верно нажимали символическую кнопку такую фактическая была кнопка только ядерная слава богу да а наоборот эта кнопка стала неким так сказать шансом на улучшение многие комментаторы высказывали восторженные тогда заявление что вот сверхдержавы как-то находят некий модус береги честно говоря вот я был среди тех скептиков хотя и работал в штатах в то время говоря о том что пока вопросы постсоветского пространства не станут некой темой вот этого самого компромисса и может быть даже уступок со стороны сша признанием того что у россии есть особо привилегированный интерес ничего не получится понимаете в чем дело любое соседство всегда важно я не буду сейчас штаты упоминать возьмем вашу страну вот скажите пожалуйста для вас ситуация в сирии вливание наверное будет несколько отличаться по степени приоритетности от ситуации во вьетнаме и новой зеландии так и для нас ситуация в грузии на украине в армении азербайджане будет несколько отличаться от тех же упомянутых стран которые я сказал соседство даже турция понятно для нее черное море и средиземное море будут важнейшим приоритетом и если о чем и договариваться с теми же самыми турками то вопросы кипра или сирии или ирака будут приоритетами поэтому здесь очевидные вещи американцы не хотят категорически признавать что в каких-то частях мира есть свои пусть и региональные дегемоны которые меняют правила игры вот много сейчас обсуждается вопрос о том что американцы теряют статус державы номер один что они не так сказать могут справиться с глобальным управлением может быть не могут может быть они неэффективны но это статус терять не хочется и вот здесь скажем стоимость украины она гораздо выше чем стоимость грузии то есть там санкции носили очень умеренный характер и в общем то были фактически уже к началу 2009 оккупированы дальше вот эта самая перезагрузка прошла и так далее украина больше просто в силу своей территории своего населения значимости до для европейской безопасности поэтому здесь и столкновение пожестче но в любом случае как мне кажется что если речь идет о нахождении какого-то моду свиньи между сша и россией вот этот вопрос об особых интересах москвы и его никуда не выкидешь и а многие хорошие идеи будут разбиваться потому что пока то что мы видим со стороны администрации байдена это так давайте знаете вот детская такая штука когда старший брат и младший брат встречаются им подарили подарки на новый год и старший брат говорит давай начали сидим твой подарок а потом мой когда же съедают подарок младшего оказывается что старший свой не прочь скушаться вот пока примерно такой алгоритм и конечно он не очень будет устраивать россию ну хотя бы ввели эти санкции тогда уж пор же после разговора по школе байдена и путина посетовав на то что не получилось мне кажется что такая атмосфера она не будет способствовать тому чтобы всерьез обсуждать широкий спектр проблем между двумя странами очевидно что такой разговор назрел он будет рано или поздно с моей точки зрения конечно москва хотела бы чтобы при таком разговоре и интересы были услышаны вы сказали что ставки в отношении в ситуации с украиной гораздо более высоки сравнив с тем что было в грузии это действительно так во всяком случае внешне так выглядит но тогда у меня к вам вопрос а до какой степени могут повышаться эти ставки где-то красная черта понятно ли она обеим странам в данном случае имею ввиду россию америку даже не украину которые пей которую переходить не в ни в коем случае будет нельзя независимо от того чьи интересы больше пострадают ведь сегодня горячие головы сравнивают эту ситуацию по степени накаленности с карибским кризисом конечно я думаю перебарщивают но тем не менее похоже ну я тоже не стал бы сравнивать с карибским кризисом это была ситуация холодной войны биполярные системы в общем-то системы с довольно четкими правилами игры ведь где искрило в период холодной войны там где условно говоря ситуация не была описана ялтинскими и подздамскими договоренностями вот там где она была описана и прописана там в общем было более-менее спокойно даже если возникали кризисы вот смотрите да советский союз он не вмешивался например в гражданскую войну в греции потому что это была в общем-то часть западного влияния было понятно запад мог что угодно риторически так сказать делать закатывать глаза к небу когда шлась речь о венгрии 56 и чехословакии 68 но это не вело к военно-политическим потрясениям а вот там где на грани все это в результате до происходило это карибский кризис до куба которая естественно не было описано ялта и подздамом европоцентрическими в общем-то по духу соглашениями ну скажем ялта может быть там касательно японии было немножко что то но в целом это европоцентрический сюжет а куба искрила афганистан искрен вьетнам искренне так далее сейчас ситуация когда была попытка однополярного мира она в общем то не очень удалась появляются разные страны недовольные этой политикой по очень разным причинам это не только россия проблема в том что эти страны они вместе как-то не очень кооперируют да может и россия и китай признавать какие-то общие так сказать недовольство американской политикой но они не солидарны и со стороны москвы нет какого-то идеологически альтернативного проекта хотя много у нас говорят про ценности про культурные коды но это не проработана идеологическая система как советское время и это кстати делает ситуацию может быть даже запутанной в большей степени раз нет четких правил раз нет четких полюсов четких каких-то идеологических ориентиров то возможно все да вот практически в этой ситуации но если от апокалипсиса какого-то уйти и попробовать рационализировать эту проблему рационализировать операционализировать в каком-то смысле то красная линия это для москвы в общем то очевидно опять таки она много лет проговаривалась невозможность атаки на лднр и смещение просто силой того что есть ведь то что есть скиданские украинские то в смысле что вот без поддержки россии этого ничего не было я с этим готов согласиться действительно но это не отрицает того что люди живущие там не хотят принимать те порядки которые киевом навязываются да поэтому они обращаются к россии но это вторично обращаются к россии которая готова эти мотивы понять а если бы например турция была готова их понять или израиль наверное туда бы обращались но понимает россия поэтому вот это надо понимать эта проблема россии ее включение она уже вторично а первично собственно говоря то что украинское государство очень сложно композитно и невозможно единое мнение распространить которое было на евромайдане на всю страну да это вот сова на глобус или глобус на сову там как угодно поэтому некоторые части да они по-иному видят эту ситуацию поэтому да конечно без российской поддержки может быть это бы все удалось погасить там течение недели или двух но это не отменяет проблему того что у людей есть другое мнение что евроатлантический вектор он не абсолютно благословенный всеми и вот этот разговор он нужен это нужно понять далеко не все готовы принять условно говоря американскую правду и вот этот момент мне кажется останется да можно надавить кого-то да можно руки выкрутить и так далее но это все равно рано или поздно ведь где-то прорвется вот мне кажется что вот это понимание в вашингтоне пока не очень хорошо есть точнее так на академическом уровне она в общем то есть я не могу сказать что все американцы они как один человек все вот исключительно русофобы и так далее это не так это очень примитивная картинка на академическом экспертном уровне есть это понимание но скажем на уровне политическом есть на представление следующее россия страна экономически слабая военном плане она сильная вот буквально недавно был опубликован доклад офиса директора национальной разведки сша это публичный документ достаточно высокого качества аналитический обзор который делается по широким стратегическим по страновым региональным вопросам россия там названа как одно из стран вызовов для америки дается высокая оценка определенных российских показателей будь то космос кибер вооружение обычные вооружения и так далее но отмечается и уязвимость экономическая мне кажется американские мне политический класс он излишне преувеличивает вот этот экономический фактор раз россия слова экономически мы надавим люди будут иметь недовольство правительством и тогда может быть наша правда восторжествует но вы прекрасно понимаете что российская традиция она такова что когда давят начинает так сказать на действия формироваться противодействия и давление в общем не очень популярно у нас когда кто-то извне это делает у нас есть много людей недовольных там допустим правительством по разным причинам но как правило люди еще больше недовольны если кто-то извне какой-то дядя извне начинает нас учить жизни мы давайте сами разберемся с нашими делами нашим правительством а вот дядю мы просим беспокоиться вот как-то так я описал эту ситуацию сергей большое спасибо что нашли для нас время за ваш анализ и комментарий всего вам доброго спасибо на этом все напомню что с нами на связи из москвы был российский политолог сергей маркедонов до свидания москвы